перейдем к нашему основному вопросу об интернет торговли так как эта сфера у нас еще сравнительно недавно существует ну сравнительно и многие магазины тоже сравнительно возникает масса каких-то сложностей давайте вот начнем с того что если вот товар задержали по срокам то есть обещали допустим доставить в течение месяца доставить через два-три месяца иногда это бывает критично действительность это к празднику какому-то подарок или что-то еще как вот в этом случае поступать при нарушении сроков передачи товара потребитель имеет право на неустойку это неустойка составляет пол процента от стоимости товара за каждый день просрочки это первое то есть гражданин имеет право на материальную компенсацию это первое второе если товар не пришел в срок возникает право на его на отказ от этого товара ну и тоже компенсация неустойка морального вреда и так далее то есть здесь гражданин имеет арсенал прав которыми он может в принципе воспользоваться вот если мы при получаем товар с просрочкой в акте приема передачи мы пишем дату фактического получения направляем претензию с требованием о возмещении неустойки если неустойка в суд добровольно не возмещена идем суд и получаем неустойку судебном порядке вот и все единственное нужно обратить внимание на то как определена дата доставки товара то есть срок доставки потому что зачастую товар оплатили ждем ждем мы отправили ждем нету если в письменном договоре нет сроков передачи то по общему правилу это семь дней с момента обращения с требованием о передаче товара то есть заявляем требование в письменном виде в организацию что просим 7 дневный срок передоставить товар и если через семь дней ничего нет то о чем я говорила выше неустойка и право на отказ от товара вообще вторая проблема товар с каким-то браком как доказать что товар был доставлен уже изначально с каким-то браком в интернете рекомендует снимать на видео процесс распаковки можно конечно снимать на видео это не возбраняется как дополнительный способ доказывания но во первых когда мы получаем товар распаковали посмотрели в акте о доставке написали что доставлен с браком то есть когда мы получаем на пикпоинте или в какой-то службе доставки до на пункте доставки самовывоза например мы получаем товар обязательно надо его распаковать правильно да желательно это сделать чтобы убедиться в том что это вообще тот товар и что он без брака еще хочу сказать даже если в момент получения не составлен акт это не мешает гражданина право на обращение с претензией в отношении качества товаров потому что если этот дефект производственный то в любом случае мы говорим о том что это что здесь вины потребителя нет и что этот товар был заведомо передан с недостатком производственного характера если это не повреждение да здесь будет сложнее надо будет доказывать поэтому все-таки принцип того чтобы распаковать коробку момент получения желательно это делать видео пожалуйста квитанцию электронную об оплате я всегда говорю что нужно ее сохранять то есть чтобы на почту на email пришло подтверждение оплаты там будет юридическое наименование лица которая получила деньги а уже через сайт налог.ру проверить себя и контрагента мы можем узнать юридический адрес этого лица и туда направить заявление и товар в частности или женщина купила в интернет магазине телефон потом решила отказаться от покупки но за это время аппарат поступил в почтовое отделение покупательницы пришлось смс она видимо обратилась магазин пытаясь отказаться от покупки ей пришлось смс что для того чтобы отказаться от заказа нужно оплатить продавцу транспортные расходы так как он его уже доставил но как она пишет что этого не было оговорено когда совершался заказ вот в данной ситуации кто прав здесь прав продавец потому что вообще право на отказ у потребителя есть гражданка им воспользовалась но расходы на доставку товара до места потребителя и обратно будет нести потребитель потому что потребитель по своей воле отказывается от товара до момента получения здесь все законно придется оплатить расходы да это не очень важно